Привет народ, с вами снова я Евгений Пугач и на этом канале мы как всегда будем говорить о бариатрии. Сегодняшняя тема данного ролика, какие продукты запрещено есть бариатрикам до конца их жизни. Все объясняю очень легко, очень просто, на пальцах именно для того, чтобы люди поняли о чем идет речь, потому что если начну кидаться умными терминами, то будет плохо понятно и не очень интересно. Поэтому вкратце, нам запрещено кушать хурму на протяжении всей жизни, а также любую пищу, которая содержит в себе много пищевых волокон. И все на самом деле очень просто. Почему нам нельзя есть хурму и много пищевых волокон? Когда мы кушаем хурму, особенно, давайте скажем так, не важно как мы ее пережевываем, хорошо или не хорошо, это уже второстепенно. В хурме содержится много разных химических элементов. Иногда, когда они входят в реакцию с некой едой другой, у вас может произвести такая штука, что вот эта вот еда, которую вы кушаете, вы переживали, да, и хурма, и она превращается в такой комок бетона, цемента и не может пройти вниз. И вам надо будет просто делать операцию, чтобы этот комок удалить. Теперь, это не только проблема бариатриков, это также есть, это проблема у обычных здоровых людей, у которых даже нет никаких проблем, просто переели хурмы, допустим, ели еще чего-нибудь там, и вот такая штука у них происходит, и приходится делать операцию, чтобы вскрывать все, вытаскивать вот этот вот комок. То есть, если вы мне не верите, зайдите в открытый доступ и почитайте, почему нельзя кушать хурму. Теперь, по поводу пищевых волокон, в принципе, это уже тема, она ближе к бариатрии, именно у бариатрика все по чему, потому что у нас некоторые есть места узкие по проходу, и может просто забиться. То есть, поэтому нежелательно кушать продукты с большим содержанием пищевых волокон. Теперь, по поводу хурмы. Если есть один из тех, кто хурму любит, я, к примеру, хурму просто обожаю. Что я делаю для себя? Вы прекрасно понимаете, что все мы толстые люди, да? Мы все пищевые наркоманы. Но подумайте, сколько вам нужно еды для оргазма пищевого? Кусочек два. Все, то есть, целую хурму даже кушать не надо. Я когда хочу кушать хурму, что делаю я? Хотя я знаю, что это делать запрещено. Я как минимум часа два до ничего не ем, и после тоже. Я беру, режу хурму напополам. Я не говорю про здоровую хурму. В Израиле, как вы знаете, есть хурма очень большая. Прям вот такая вот, прям здоровая есть. Я беру обычную среднестатистическую хурму, режу ее на две части. Половину прячу в холодильник, а вторую половину ем. Причем ем ее как надо, медленно, по чуть-чуть, и больше кроме нее ничего не ем. Воду пью, да, но из еды больше ничего не принимаю. Именно для того, чтобы не было потом заворотка кишок и прочая всякая хрень, что потом пришлось делать мне операцию. Надеюсь, это видео было полезно. Все хорошее, до новых встреч и пока!